Израиль за неделю на Народной Волне. Здравствуйте. Я хочу поздравить всех радиослушателей с праздником Песох еврейским, а тех, кто справляет праздник Пасху, с праздником Пасхой, который вот был вчера, я не знаю, это католическая была, православная будет чуть позже. В общем, хочу поздравить с праздником, и потом я с удовольствием расскажу и про праздник Песох. Договорились. Если вы хотите, давайте начнем с выборов. И еще раз расскажу, что во время выборов правый лагерь набрал 65 мандатов из 120 возможных, при том, что две правых партии были очень близки к электоральному барьеру. Электоральный барьер у нас четыре мандата. И партия Зеут, партия Фейглина, и партия двух министров Беннета и Шакет. Обе набрали три с половиной вот так вот примерно мандата. И были очень близки к прохождению барьера, но, к сожалению, барьер не перешли, поэтому семь мандатов правого лагеря равномерно были распределены между всеми партиями. И в результате 65 мандатов из 120 получил правый лагерь. Если мы будем рассматривать конкретно партии, то здесь победа правого лагеря не так очевидна, поскольку и главная партия правого лагеря Ликут, и главная партия левого лагеря Белы-Голубые, они же бывшая партия Лапида, они же, которые говорят о себе, мы не левые, мы не правые, мы никакие, а на самом деле там, и представитель Гестадрута, который любит останавливать все, что движется, с требованием ввести в Израиле социализм, и генералы, которые требуют там отступить отовсюду. Так вот, обе эти партии набрали одинаково, ровно 35 мандатов. И Белы-Голубые, и партия Ликут. И теперь, на самом деле, открыто достаточно много опций, достаточно много вариантов. Потому что, с одной стороны, Нетаньягу пытается сделать коалицию, напомню, что у нас правление не президентское, а коалиционное. То есть, Нетаньягу пытается вот эти самые 65, так сказать, более или менее правых мандатов собрать в коалицию с партией Ликут. Но дело это непростое, поскольку партий много, у каждой партии свои требования, каждая партия понимает, что лично без нее коалиции не будет или она будет крайне неустойчива. И поэтому даже маленькие партии, там 4-5 мандатов, как у Либермана, выдвигают непомерные требования. Для своего главы требуют Министерство иностранных дел, или Министерство обороны, или еще что-то. С другой стороны, у нас достаточно много мандатов получили религиозные партии. И это прямое следствие вот этой антирелигиозной пропаганды, о которой я вам рассказывала. Что антирелигиозные партии, значит, наскакивают на религиозных, религиозные, так сказать, вынуждены как-то отвечать. В результате и антирелигиозные, и ультрарелигиозные партии получают много мандатов, после чего оба довольные сидят вместе и дружат, и забыли о всех этих наскоках друг на друга. А к следующим выборам опять нерелигиозные потребуют там немедленно забрить всех харидим в армию, или еще что-то. А религиозные скажут, ой, нас обижают. Значит, у нас в ультраредимных партиях, Яадута, Тора и Шас, 16 мандатов, по 8 в каждой. И, кроме того, они объединились с просто религиозной партией. Это так называемое объединение новых правых. Это старая религиозная партия вязаных Кип-Мавдаль, партия Гут-Леуми под руководством Смотрича и остатки партии Отсмали-Исраэль. Так это тоже религиозная партия. Они объединились все вместе, итого 21 мандат, чтобы вместе вести переговоры, вместе противостоять, так сказать, чтобы Нетаньягу либо брал их всех вместе в коалицию, либо не брал никого из них. Вот эти трудности, с которыми Нетаньягу предстоит столкнуться. А надо сказать, что Нетаньягу и так очень тяжело работал сейчас на выборах. И после этого он заболел гриппом или каким-то вирусом, вплоть до того, что его госпитализировали для того, чтобы сделать анализы, требовали полный покой. Но сейчас нервотрепка с коалицией вполне сравнима с нервотрепкой перед выборами. Другая опция у Нетаньягу – это сделать правительство национального единства. И наш президент Риувен Ривлин напрямую предлагал, чтобы большинство народа было довольно, давайте сделаем правительство национального единства. Но это зависит не от него, это зависит от того, у нас после выборов каждая партия приходит к президенту и говорит, так сказать, в коалицию, в коалицию кого она готова пойти. И вот все правые религиозные партии, составляющие 65 мандатов, по совету порекомендовали Нетаньягу, поэтому Ривлин предоставил возможность Нетаньягу в течение месяца сформировать коалицию. Но если правые или религиозные партии будут неуступчивы, а надо сказать, что Либерман выдвинул обязательным требованием призыв в армию, а ультрарелигиозные партии – обязательным требованием сохранения нынешнего статус-кво. И это требования взаимоисключающие. Кроме того, каждая маленькая партия для своего главы требует не просто министра, а такого хорошего, тяжелого министра, как он у нас называется. То есть министра серьезного, иностранных дел, обороны, еще чего-то очень такого, финансов. Например, Кахлан с четырьмя мандатами требует министра финансов. Так сказать, самому Лейкоду вообще не остается тяжелых министерств. Значит, проблема эта для Нетаньягу очень большая, и поэтому не исключен вариант, что Нетаньягу плюнет на это все и возьмет просто в коалицию одну партию, но очень большую. А именно партию, которая на сегодняшний день все считают будет сидеть в коалиции, партию Белых-Голубых, какой Лаван, 35 мандатов и 35, это 70, вполне устойчивое правительство. Вот такие прогнозы. Ну, это что касается прогнозов, а теперь что касается нарушений во время избирательной кампании, по-моему, что-то там с арабским списком, какие-то проблемы. Вы знаете, нарушения там были очень большие. Нарушение выборов среди арабов – это вообще ни для кого не новость. Это было с тех пор, как арабы перестали бойкотировать выборы в Кнессет, они нарушают и выборы тоже. Они любят нарушать вообще все законы. У них свои понятия о том, что можно, что нельзя. Например, подозреваешь, что жена изменила, ну, можно ее убить по арабским понятиям. А вот с израильским законом это не соотносится. Тем не менее, редко, когда Израиль предпринимает вообще какие-то расследования, потому что ничего невозможно доказать. Все родственники его покрывают, говорят, что жена уехала в Иорданию и так далее. Это же касается уплаты налогов, это же касается строительства домов без разрешения. Ну, вот такое у нас особая прослойка населения, которой выполнять законы не обязательно. Проблема-то не в арабах, проблема в евреях, которые не преследуют нарушение закона среди арабов. Из каких соображений – это другой вопрос, это можно долго обсуждать. И вот арабы считают, что им все можно, все позволено. И можно просто проследить по статистике. В избирательных бюллетенях зафиксировано, когда кто приходил с каким номером удостоверения личности и опускал конверт. И вот на арабских избирательных участках почему-то половина избирателей пришли именно в последние полчаса перед закрытием участка. И, так сказать, их удостоверения личности были записаны вот одними чернилами, одним почерком, быстро-быстро, так сказать, явно торопясь. И это говорит о том, в нашей практике, в общем, мы это видели, что просто, так сказать, когда перед закрытием участка вписываются все непришедшие с номерами удостоверения личности, и в урны избирательные бросается то, что считают нужным бросить члены избирательной комиссии. Кроме того, были еще другие нарушения, причем нарушения уже не в арабском секторе. Так, например, когда партия Зеут стала расследовать поданные голоса, почему партия Зеут не набрала достаточно избирательных бюллетеней, то сразу многим бросилось в глаза, что в маленьких поселках, такие как Батайн, Ицхар, это поселки Баудеи, Самарии, небольшие, на тысячу-полторы тысячи человек, в которых живут не просто избиратели партии Зеут, а активисты партии Зеут, люди, которые вступили в партию Зеут, которые поддерживают, почему-то вдруг там ноль голосов за партию Зеут, ноль. Сразу, так сказать, стали это расследовать, причем стали расследовать не только в этих местах и в других местах, но в других местах, так сказать, гораздо труднее. А тут от правды не уйдешь, тут просто приходит человек и говорит, я голосовал в этом избирательном участке, а тут написано ноль, и я, и я знаю, что вся моя семья. Вот где, куда голоса делись. И вторая подозрительная вещь, что в этих еврейских поселках, известных как, так сказать, люди достаточно правые, достаточно жестко настроенные по отношению к арабам, вдруг подано 82 голоса за арабские партии. Вот так вот вдруг 82 голоса за арабскую партию. Ну, избирательной комиссии было некуда деться, они сказали, что да, действительно, тут что-то не так. Расследовали, расследовали, сказали, знаете, техническая ошибка. Вот в списке идет партия Зеут, а за ней сразу следом арабская партия. Техническая ошибка сползла. Все 82 голоса за Зеут сползли аккуратненько на, так сказать, строку за арабскую партию. Кто в этом виноват? Будет ли по этому поводу расследование? Или не будет расследование? То, что было очевидно для небольших поселков, есть ли такие же нарушения в больших городах, вроде Берше, Вашдо, Дашкелона, где тоже очень много было голосующих за партию Зеут. Там не ноль, конечно, но тоже какие-то не такие цифры, которые, в общем, ожидались. Значит, это расследование вряд ли будет проведено. Ну вот просто то, что было выявлено, совершенно явное нарушение, это центральная избирательная комиссия исправила, сказала техническая неточность, ничего не будем расследовать. По поводу арабских же партий, действительно, там были, некоторые наблюдатели проносили скрытые камеры, эти видеодокументы были переданы в избирательную комиссию, и избирательной комиссии ничего другого не оставалось, как передать дела в полицию. Но здесь проблема-то в чем? Проблема, что снимать, снимать на избирательном участке частным людям запрещено. Даже если они, так сказать, посланы государством как наблюдатели. Поэтому, если дело дойдет до суда, ну, вы сами знаете, судья скажет, видеодоказательства я не могу принять, поскольку они незаконны, они снимались с нарушением закона. А какие еще вы мне можете привести доказательства? То, что вы видели, да, а вот там вы один, а еще девять членов избирательной комиссии, там, арабов, скажут, что этого не было. Вот ваш голос один против их девяти. Значит, большая проблема, будет ли какое-то разбирательство, будет ли дело доведено до суда, или все растворится в воздухе с формулировкой, так сказать, за неимением общественного интереса. Напомню, что в свое время было заведено дело против Игуда Барака, который баллотировался. Но в Израиле есть очень четкий закон, поскольку мы все-таки страна бывшая, социалистическая, у нас очень ограничено количество пожертвований. То есть человек не может превысить некоторый, так сказать, некоторый объем пожертвований, которые он получает, и объем денег, которые он тратит на свою избирательную компанию. А выяснилось, что несколько организаций агитировали за Барака, принимали огромные пожертвования, агитировали за Барака. Дело там шло о многих миллионах, и если не миллиардах, я уже не припомню, они превысили, очень сильно превысили этот самый избирательный бюджет. Барак говорил, ничего не знаю, это какие-то организации со мной не связаны, я их не просил принимать пожертвования для моих выборов, и не просил агитировать за меня. И вот это дело было в свое время закрыто за отсутствием общественного интереса. Хотя на самом деле здесь очень большой общественный интерес, как вот почему можно нарушать законы о ограничении финансирования. Так что у нас, к сожалению, есть очень много нареканий по поводу выборов, по поводу их прозрачности. Так сказать, если вам не нравятся законы, которые ограничивают возможность кандидата тратить деньги на свою избирательную компанию, отмените законы, либо требуйте их соблюдения. Если вам не нравится, что арабы вбрасывают в урны что угодно, а люди вообще не приходят на избирательные участки, то будьте добры, разрешите там ставить какие-то камеры, чтобы арабы боялись так себя вести, чтобы они видели, что за ними наблюдают. Вот такие у нас проблемы с выборами. Но, в общем, уже объявлено, что никаких пересмотров результата выборов не будет, даже если, так сказать, будут доказаны какие-то нарушения. Все равно эти результаты окончательные. Ну, может быть, будут что-то расследовать, может быть, против кого-то откроют уголовное дело. Но, во всяком случае, решено уже не пересматривать результатов. И, к сожалению, и партия Зеут, партия Фейглина, и партия «Новые правы» Беннет и Шакет остаются вне Кнессета. Понимаете, два министра, два ведущих министра, Беннет, бывший министр образования, Шакет, министр юстиции. И вдруг вот они вне Кнессета. Значит, есть еще одна возможность при построении коалиции, вот которую я не упомянула. Прошли слухи, что Айелит Шакет объявила, что она выходит из партии «Новые правы» и возвращается в Ликуд. Надо сказать, что и Шакет, и Беннет были сотрудниками партии Ликуд. Не депутатами, а сотрудниками до того, как они стали депутатами от партии «Мавдаль». Они, так сказать, помогали Нитаниягу вести партию, занимали какие-то официальные должности. И вот Айелит Шакет объявила, что она возвращается в партию Ликуд, ну, по данным прессы. От нее самой пока, так сказать, четко это не было слышно. И очень многие решили, что хорошо бы Нитаниягу сделать такой ход. У нас можно назначить министром, совершенно не обязательно депутата Кнессета. Назначают депутатов именно потому, что каждая партия требует для своих депутатов места в правительстве. Но в свое время Нитаниягу, например, назначил министром юстиции, Неймана, который не был никаким депутатом, не состоял ни в какой партии, не баллотировался, просто вот Нитаниягу ему доверял и действительно был очень хороший министр. Значит, если бы Нитаниягу сделал сейчас такую вещь, как назначение Айелит Шакет министром юстиции, то я думаю, что очень многие этот шаг бы приветствовали и были довольны. С другой стороны, на пост министра юстиции претендует другой депутат, уже от партии Ликуд, Ерив Левин, депутат молодой, но вот он уже там сколько, три каденции, две-три каденции в Кнессете, но очень активный, очень талантливый. В свое время, когда я была в Ликуде, я тоже помогала ему выбираться. Он юрист, и он настроен тоже, как и Шакет, очень решительно к тому, чтобы прекратить судебный активизм, прекратить вмешательство Верховного Суда во все дела, и он хотел бы получить для себя пост министра юстиции. Ну, опять же, пока что все возможности открыты, Нитаниягу должен расплачиваться со своими союзниками по коалиции, так что пока больше ничего нельзя сказать, кроме того, что Нитаниягу вот уже встречался, он встречался с представителями партии Либермана, Наш Дом Израиль, он будет встречаться с представителями партии Кулану, и он, так сказать, активно занимается, вот как посадить волка, козу и капусту в одну лодку, и чтобы эта лодка плыла, и они там друг друга не съели. Задачка нетривиальная, помните эту задачку из нашего единства? Да уж, задачка непростая. Очень непростая задачка, значит, поскольку за бортом никого оставить нельзя, да, как в этой задачке. Посмотрим, посмотрим, надеюсь, что через пару недель я смогу вам сказать что-то более конкретное. Но пока все возможности открыты. И правительство национального единства, и, так сказать, коалиция правых и религиозных партий, и призыв в министры тех, кто не прошел в депутаты КНЕСТа. Давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok